Добрый день, дорогие семиклассники! Начинаем сегодняшнее занятие, которое будет посвящено гидростатике, а именно закону Архимеда. Сейчас я поделюсь с вами экраном. Вначале мы посмотрим с вами презентацию, а потом разберем задачи. Итак, наверняка в школе вы уже проходили закон Архимеда и знаете, к чему он относится. Закон Архимеда у нас относится к теме гидростатиков, в которой не только он проходится, но и другие важные моменты, например, закон Паскаля. В частности, закон Архимеда помогает нам решить некоторые задачи, связанные с погружением тел. Сам Архимед, древнегреческий ученый и математик, жил он давно, года жизни его, вы видите, 287-212 года до нашей эры, он очень много сделал для физики, в частности, то есть он заложил некоторые основы физики. Жил, родился, жил и творил в городе Сиракуза. Посвятил он себя математике и меганике. Его знаменитое утверждение, которое приписывает ему, дайте мне точку опоры, я переверну землю, я переверну весь мир, по другими словами. Его знаменитое изобретение, это винт, который используется, например, в ручных мясорубках. Используется Архимедов винт также для поднятия воды или сыпучих материалов, таких как песок. Сейчас, в настоящее время, до сих пор его изобретение используется. По легенде, один царь поручил Архимеду узнать, из чистого ли золота сделана его корона. Но с условием, что распиливать ее нельзя, она останется целой. Естественно, массу определяли уже тогда. И знали тогда, что плотность золота больше плотности воды в 19,3 раза. Ну, плотность у нее, у воды получается 1000 кг на кубический метр, золота – 19,300. Надо было определить плотность короны по формуле, массу разделить на объем. Массу-то можно было посчитать, а вот с объемом была беда, потому что корона была неправильной формой, вы понимаете, посчитать было нелегко. Тогда, когда он долго думал над этой задачей, он решил отдохнуть и погрузился в ванну. И догадка пришла ему именно в этот момент, когда выплеснулась вода, равная объему его тела. Эврика, Эврика, я нашел. Эврика – это как раз-таки то самое древнегреческое слово, которое позволило ему, так сказать, понять. И он вывел свой знаменитый закон, что на тело, погруженное в жидкость или газ, действует выталкивающая сила, равная весу жидкости или газа. То есть рост жидкости G, объем тела, равно весу тела. Вот та знаменитая формула, по которой мы сегодня с вами посмотрим разные задачи. Итак, закон Архимеда. Архимедова сила, действующая на погруженную жидкость в газ или тело. Равновесу жидкости или газа вытеснены телом и направлены вертикально вверх. На рисунке вы видите, что сила тяжести, например, действующая на двух зайцев на бревне, направлена у нас вертикально вниз, при этом сила Архимеда, выталкивающая, будет направлена вверх. Связано это с тем, объяснение этому такое, что вы знаете из курса школы, кто-то знает, кто-то еще нет, что существует при погружении в жидкость, так называемое гидростатическое давление. Что это такое? На рисуночке справа вы видите погруженное в жидкость тело и два давления, по 1 и по 2. На верхнюю часть тела нашего кубика, которое погружено на глубину H1, будет действовать давление П1, РОЖН1. Это гидростатическое давление, действующее на такой глубине H1. Второе гидростатическое давление, действующее на нижнюю часть кубика на глубине H2, РОЖН2. Разность между ними дает нам как раз-таки то дополнительное давление и ту дополнительную силу, которая называется силой Архимеда. Обратите, пожалуйста, внимание, что по закону Паскаля в жидкостях и газах давление во все стороны распространяется у нас равномерно. Еще раз, сила Архимеда возникает из-за того, что на разных глубинах у вас действовать будет разная сила. Чем больше глубина, тем больше сила будет у вас действовать. Так, повторение того же самого, то есть объем тела, это как раз-таки его площадь, H2-H1, это высота тела, какой бы тело формы ни было. И получается, что у нас вот этот дополнительный объем, это объем погруженной части. Итак, вы знаете прекрасно, что если у нас сила тяжести будет разной, то тело либо плавает, либо всплывает, либо тонет. Значит, если сила Архимеда будет меньше веса тела, то тело будет всплывать до тех пор, пока сила не равновесится. Поэтому некоторые тела, например, деревяшки, плавают, или пенопласт, плавают на поверхности жидкости у нас и не погружаются дальше. Значит, в зависимости от того, какой плотности тела, такова и глубина погружения. Если же у вас сила Архимеда меньше, чем сила тяжести, тело будет тонуть. Например, какая-нибудь железка или кирпич, оказавшись в воде, будет опускаться на дно. Ну и, наконец, если примерно равны сила Архимеда и сила тяжести, то тело будет плавать. Жидкость в любой точке, она будет находиться в состоянии равновесия. Ну и, соответственно, то же самое я сказала в зависимости от плотности тела и плотности жидкости. Если плотность тела примерно равна плотности жидкости, например, для воды плотность тела около 1000 кг на кубический метр должна равняться, то тело будет плавать. Если плотность тела меньше плотности жидкости, то тело будет всплывать, утонуть будет тяжело. Например, в Мертвом море человек пытается нырнуть, но его будет просто выталкивать на поверхность сильно соленая вода. Ну и, наконец, если вы на себя наденете что-то тяжелое, вы будете погружаться в воду и всплывать будет очень тяжело. Так, я бы хотела сейчас перейти к одному мнению и рассказать вам немножко теорию. Итак, само по себе гидростатика, в которой этот закон Ахимеда изучается, это один из разделов механики. То есть это не отдельно взятая какая-то тематика, а все-таки она входит в механику, которая изучает равновесие жидкости. И основной задачей гидростатики является определение распределения давления внутри жидкости, что позволяет определить силы, действующие со стороны жидкости на погруженные у нее тела. Давление, это тоже понятие, которое вы в школе проходили, в общем случае является физической величиной, причем скалярной физической величиной, направление вектор она не имеет, она равна отношению силы, действующей перпендикулярно поверхности к площади этой поверхности. То есть сила, отделенная на S, есть давление. Отсюда, в системе интернациональной, давление мы измеряем в паскалях, и один паскаль – это ньютон, деленный на квадратный метр. Вот так вот в Си у нас определяется давление в паскалях. Очень часто будут использоваться и не атмосферные единицы, а именно 1 атмосфера составляет примерно 101 325 паскалей, в миллиметрах ртутного столба для нормального атмосферного давления – это 760 мм ртутного столба. Отсюда можно оценить, чему будет равен 1 мм ртутного столба, и посчитать в паскалях, например, сколько у вас будет давления, если оно либо чуть меньше, либо чуть больше. Как я уже упоминала сегодня, вы видели, что у нас действует в жидкостях и газах закон Паскаля, который гласит, что давление, которое производится на жидкости или газ, передается в любую точку жидкости и газа без изменения. И про гидростатическое давление я упоминала. Это давление жидкости, которое обусловлено силой тяжести. То есть на любой глубине, на которой вы будете находиться, на вас будет давить сверху давление воды. Сила тяжести столба жидкости, которая над вами. От формы сосуда давление это зависеть не будет, и площади его дна тоже. Только от плотности жидкости и от высоты столба жидкости над предметом, на который вы рассчитываете действующее давление. То есть получается, что если форма сосудов будет у вас различная, такая, как, например, показанная на этом первом рисунке, то, несмотря на то, что она разная, несмотря на то, что разные наклоны у нас этих сосудов, и форма дна разная, так как у вас высота жидкости одинакова, то гидростатическое давление на дно в любом сосуде одинаково. Тогда, если мы говорим о полном давлении на какой-либо предмету дна, то оно будет складываться, во-первых, из атмосферного давления P0, плюс гидростатическое давление РОЖА, обусловленное весом столба. Еще одно понятие, которое мы с вами должны понимать и разбирать, это сообщающиеся сосуды и закон. Закон сообщающихся сосудов. Что это такое? На рисунке, например, у вас сделано изображение. Если у нас связаны они какой-то единой трубкой, и вы в них наливаете одну и ту же жидкость, то есть, например, вода или керосин, то есть плотность этой жидкости одинакова во всех точках, тогда у вас уровень жидкости во всех сообщающихся сосудах будет одинаков. Пример. Дома чайник заварной. Носик у чайника есть, емкость, куда вы наливаете воду. Таким образом, если носик чайника будет сделан очень низко, доверху заполнить вы его не сможете, потому что у вас будет работать закон сообщающихся сосудов. В них, если у вас, кстати, будут разные плотности, то для разнородных жидкостей справедлива формула P1 к P2 равняется H2 к H1, то есть высоты обратно пропорциональны давлением, которые, в свою очередь, зависят от плотностей. Следующее. Подниму немножко повыше. Из этой же тематики следует понятие гидравлического пресса. Гидравлический пресс, конечно, гораздо более имеет сложное строение по сравнению с тем, что вы в седьмом классе проходите. Но основной принцип – это принцип сообщающихся сосудов. У вас есть два сообщающихся сосуда. С одной стороны с маленькой, например, площадью, с другой стороны гораздо большой. S1 и S2 – это площадь поверхности и поршни, которые, соответственно, сверху положены. Если вы небольшой силой F1 будете давить на поршень площадью маленькой S1, то с другой стороны у вас возникнет большая сила и выигрыш в этой силе будет во столько больше, во сколько больше у вас вторая площадь S2. То есть отношение с второго к S1 – то же самое, что отношение и второго к F1. Вот это вы должны четко понимать. Тот же самый закон Архимеда, сейчас, извините, я повыше подниму. Тот же самый закон Архимеда, о котором я сегодня вам говорила и показывала его на примере презентации. На тело, погруженное в жидкость или газ, действует выталкивающая сила, равная весу и вытесненной жидкости или газа. Давайте перейдем потихонечку к примерам каких-то задач. Задачки выбраны таким образом, чтобы они были разнообразны для вас, надеюсь, понятны. Первая задача, которую сегодня я с вами разберу. Следующая. Большой сосуд с квадратным дном, площадь которого 9 квадратных метров и вертикальными стенками налита вода. На рисунке вы видите небольшой аквариум, площадь нам известна, водичку наливаю до какого-то уровня. Вам нужно найти, какова высота уровня воды в сосуде, если сила ее давления на боковую поверхность равна силе давления на дно. Именно сила, не давление. То есть F на дно равняется F на боковую поверхность. Это в дано записано. Площадь дна нам известна. Площадь воды тоже. Давление на дно очень легко посчитать по формуле ρ воды G, H. H мы сейчас не можем с вами оценить. Мы как раз-таки будем оценивать высоту. Но у вас квадратное. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Значит, обозначим за А в сторону квадрата. И так как площадь нам дана, то в принципе мы можем за А здесь ничего не обозначать, просто S брать. Но я здесь расписала полностью. Сила давления на дно сосуда будет равняться давлению на дно на площадь. То есть ρ воды G, H, A квадрат. Или просто S можно записывать. Теперь нам нужно посмотреть на боковую поверхность. У вас, обратите внимание, будет в основании, если квадрат, то вот эти вот площади на боковую поверхность сосуда будут одинаковые. Их у вас 4. Но в данном случае, скорее всего, нет, в данном случае вся боковая поверхность взята. Бывают, ребята, задачи, в которых только на одну стеночку считается давление. Тогда ответ будет одним. Здесь же все 4 стеночки берутся. И площадь бока – это 4А на H. А – это основание. Поэтому, в принципе, нам оно здесь нужно. В данном случае оно равно 3. И H – это высота, до которого долита у нас сама жидкость. Нам нужно приравнять силы. Вот, посмотрите. Сила на боковую поверхность – это давление на боковую поверхность умножить на площадь боковой поверхности. Почему мы взяли, что давление на бок аж пополам? Значит, смотрите, у вас давление сверху вообще ноль. У вас, если мы только посмотрим на жидкость сверху, гидростатическое давление, так как высоты никакой нет, там нулевое. Но оно плавненько-плавненько переходит в максимальное рово-дэжи-Аш. Однако, нам нужно брать среднее значение. Поэтому мы здесь написали, что на боковую поверхность давления рово-дэжи-Аш, деленное на 2. Мы имеем право это сделать, потому что изменение давления происходит линейно. Затем мы приравниваем силы. По условию задачи, сила давления на дно равняется силе давления на бок. Записали мы это уравнение. Рово-дэжи-Аш-А-квадрат равняется рово-дэжи-Аш пополам 4А-Аш. Теперь вы понимаете, для чего мы взяли, расписав площадь, и для чего мы расписываем это подробно. Потому что у нас с одной стороны просто А, с другой стороны А-квадрат. Одно из А сокращается так же, как одно из С-Аш. И тогда получается, после сокращения плотности воды, ускорение свободного падения. С одной стороны остается А, а с другой стороны остается 2Аш. Таким образом, наша высота равняется А пополам. То есть, если наша А в данном случае равняется 3, то корень из 9 – это наша сторона. В данном случае 3 пополам, ответ 1,5. Значит, высота 1,5 метра – это наш ответ в данной задаче при данных условиях. Следующую задачу я с вами рассмотрю сегодня на занятии, которое у нас будет вечером в 6 часов. Я надеюсь, вы присоединитесь. Задача про аквариум. И еще одну задачку рассмотрим мы сейчас. Вот эту, третью. Значит, итак, у нас в прошлой задаче был сосуд в форме куба, кубического такого аквариума. А сейчас у нас цилиндрический аквариум будет. Форма цилиндра. Радиус 10 сантиметров. Или 0,1 метра. Туда налили 3,14 килограмма подсолнечного масла. Ну, специально так сделано, чтобы числом π потом сократилось. То есть, плотность подсолнечного масла известна. Мы записали ее в дано до 800 килограмм на кубический метр. Что отсюда следует? Ну, здесь нужно определить давление масла на дно сосуда. Значит, если так, то тогда, получается, мы должны записать формулу для общего давления. То есть, сила тяжести, в данном случае сила тяжести масла, она будет делиться на площадь нашей окружности. Площадь окружности формулу на геометрии вы, скорее всего, уже проходили. Это πr квадрат. Площадь круга. Сила тяжести – это mg. Значит, m нам дается. Это 3,14. g нам известное ускорение свободного падения. И мы разделим mg на πr квадрат. Обратите внимание, масса специально здесь взята как 3,14. Мы ее сократили числом π. И 10 мы делим 0,1 в квадрате. Получается ответ 1000 паскаль. Давление вот такое получилось. Значит, ребята, остальные задачи мы с вами рассмотрим на занятии. Присоединяйтесь, пожалуйста. Материал я чуть попозже скину вам в скайп. Материал буду скидывать в скайп именно для вот этой вот работы. Я эту методичку закину вам, чтобы вы успели ее потом скачать из вашей группы. Так, кроме того, в этой методичке, помимо того, что вы будете решать задачи дома из той контрольной работы, которая вам давалась, можете посмотреть и разобрать задачи отсюда. Это будет как дополнительная вам тренировка. И мы с вами тогда дополнительно позанимаемся еще и по этой теме. Хватим видео. Так. Ребята, значит, наше небольшое с вами занятие заканчивается. Материал я скидываю. Жду от вас решений контрольной работы в скорейшем времени и присутствия на занятии. Всего доброго. До свидания. Спасибо. Удачи. Продолжение следует...